Ну, во-первых, нужно носить вот такие каблучки большие. Я, правда, сегодня не надела, но вообще, как бы, я ношу, и мне очень нравится, как бы, удобно и по лужам ходить, и грязь не мешает, вот. А так лучше в такую погоду, конечно, резиновые сапоги носить. Я вот сегодня зонтик использую, а так лучше, конечно, удобнее, как бы, курточку с капюшоном носить. Что-нибудь такое, что можно вот так вот на себя одеть, чтобы не промочиться, не быть грязной вообще? Какую-то пропитку для одежды, которая все отталкивала. Можно даже ходу ли одевать. Можно даже плащ такого яркого цвета. В горошек. Все будет классно. Красный в горошек. В комбинезонах ходить, потому что все равно обольют хоть как. Хотите, не хотите. В пакете, в таких черных пакетах больших, знаете, есть, можно в них ходить. Итак, что мы имеем? Весенний пермский пешеход должен облачиться водоотталкивающий комбинезон сверху плащ, чтобы наверняка. Или большой пакет. Он должен быть ярким, красным в горошек. И с капюшоном. На ногах резиновые сапоги, на каблуках. И чтобы преодолевать лужи, вооружиться ходулями. Автомобили тоже, по мнению горожан, должны быть специальными для пермских дорог. Какие машины? Танки. Подвеска должна быть, по-моему, как на военных машинах. Большие колеса должны быть хорошие. Она должна просто проезжать ямы, и голос такой извинялось. Крылья только и пропеллер. Больше ничего по нашим дорогам. Как у военных, цвет хаки. Все нормально. Трактор, наверное, должен быть. По мнению пермских водителей, идеальное авто для нашего города – это что-то среднее между танком и трактором. Защитного цвета с крыльями и пропеллером. А в моменты преодолевания ям приятный голос должен извиняться перед водителем. И вот так будут выглядеть городские улицы. С добрым утром! Извините!